Друзья, приветствую! Александр из Кемерово прислал посылку с образцами масла Kicks G1 020. Это 6-й льсак и SP по API. Так, значит, свежая отработка. Сейчас покажу вам описание автомобиля, условия эксплуатации. Эксплуатировалось масло в автомобиле Kia Rio 2021 года с двигателем 1.6 G4 FG 123 силы с общим пробегом 47 тысяч километров, пробег на масле 4300 километров, 220 моточасов, со средней скоростью 19 километров в час. И топливо используется бензин i95 от Gazprom нефти. Так, давайте посмотрим, на что похоже по коэффициенту корреляции данное масло. Очень похоже на Motul 8100, Ecolite 530, тоже 6-й льсак. И третье место, Autobax 020, тоже 6-й льсак. И TLC Zero Line, тоже 6-й льсак. И Polymerium 6-й, и Rave. Много-много с льсаком совпадения. Ну, значит, совпадение с Motulium очень высокое. Практически, вот, можно сказать, я думаю, что можно смело сказать, что пакет у них одинаковый должен быть. Вот, единственное, тут отличается немножко по составу базы. Все-таки 1.020, а второй 5.30. Ну, и количество загустителя поменьше в КИКСе должно быть, теоретически. Ну, и состав базы, понятно, что больше четверочки, меньше шестерочки. Так, на данном скрине можно оценить состав самой базы. И, смотрите, красная линия данной КИКС. У него самая менее синтетическая база. То есть, однозначно, это гидрокрекинг. Ближе всего к нему стоит Toyota 020, тоже крекинговая. Чуть повыше Lockoil SPX. Еще лучше дела обстоят у Автобакса и Gazprom G-Energy от Gazprom нефти. Посмотрите, как, да? Тут уже, похоже, наличие ПАО есть. И самое большое содержание ПАО – это Lockoil GNS Armartec German Car 020. Самое синтетическое масло из данной подборки 020 – это у нас Armartec Lockoil German Car. Так, здесь мы можем оценить пакеты, в принципе. Смотрите, особняком стоит масло от Toyota. В нем, смотрите, присутствуют эстеры. Не очень много, но, тем не менее, сукцинемидов много. Достойно выглядит также по сукцинемидам Lockoil German Car, Marmartec. И G-Energy от Gazprom тоже неплохо, очень даже неплохо. Вот, все остальное так достаточно, я бы сказал, средненькое. И КИКС, и Автобакс, и Lockoil SPX тоже так не супер, плюс-минус одинаково. Смотрите, интересно, да, что Gazprom достаточно достойно выглядит. Так, а сейчас данные по проверке свежего. Так, вот, КИКС G1 020. И давайте посмотрим. Так, окисление и нитрование. Окисление около 7 единиц, а нитрование 3,3. 3,3 – это очень близко даже к чистой базе. Видно, что здесь не очень много напихано чего-то. Пакет присадок 1,15. Такой себе, скажем так, неплохой, но ничего выдающегося. Фенольных антиокислительных – 13, а минных почти 1%, 0,94. Ну, а минных неплохо, да. Щелочное – 6,57, среднее. И кислотное – 1,36, достаточно низкая. Вязкость рабочая при 100 градусах – 8,51 сантистокса. Ну, соответствует это двадцатке. Вот. Вопросов нет, в общем-то, такая средняя двадцаточка. Так, и данные по отработке, опять же, Х, Киарео 1,6, 4300 километров, 220 моточасов. Так, обращайте на себя внимание, бензин – 1,24%, но это допустимо, до 2% считается допустимо. Нарастает окисление нитрования постепенно. Да, видно, что масло работало. Остаток противоизносных присадок – 61%, неплохо. Ну, мотор свежий, фенольных антиокислителей нет, ну, их было минимум. И по аминам тоже неплохо, почти 80%, да, 80% остатка. Очень даже, я бы сказал, неплохо. Но, тем не менее, щелочное было изначально не очень высокое. И вот остаток 3,21, и нарастает кислотное 2,51. То есть запаса уже немного осталось. Немножко просела вязкость при 100 градусах рабочая на 0,6 с антистокса. И присутствует даже 9 соток воды. Давайте посмотрим, покажу вам, как наглядно выглядит вязкость. Да, масло, вот видите, здесь подписано, я описание подложил. Это масло, приобреталось на одном из маркетплейсов. Кстати, по оригинальности вопросов нет, это оригинальное масло, я уверен. Ну, и вот, смотрите, примерно, наверное, на треть, даже чуть меньше, где-то процентов до 25-27 от максимального разжижения. То есть, в общем-то, и неплохо. Ну, и прогноз по этим данным, которые получились. Значит, максимальный прогноз, учитывая среднюю скорость, такую невысокую, 5000 километров и 253 моточаса. По нитрованию можно сказать, что мотор без вопросов вообще работает. 771 моточас. Ну, примерно, вот так по опыту могу сказать, где-то 600-700 – это нормальное состояние мотора. Бывает и выше показатели, но это связано с очень низкой средней скоростью, с низкими оборотами. Так, и вязкость 681 моточас. Да, внизу можно обратить внимание, видно, что много прогревов, и, видите, полосочка снизу склоняется больше к богатой смеси. Да, не забывайте, пожалуйста, поставить лайк, ну, или дизлайк. Так, подписывайтесь на канал, нажимайте колокольчик, чтобы не пропустить уведомления о новых видео. Вот такой получился тест. На мой взгляд, масло, честно говоря, достаточно среднее. Даже вот вы видели по составу базу и по пакетам. Есть и у нас поинтереснее. В том числе, я думаю, что из 20-ок, из 0.20, Лукойл, Генессер, Мартек, Герман Карр значительно сильнее этого масла. Ну, сам по себе такой... Ну, и по компонентам, и по ПАО. Поэтому, не знаю. Я посмотрел стоимость больше 1000 рублей, по-моему, 1200 за литр данного кекса. Ну, смысла никакого не вижу приобретать такое масло. Повторюсь, можно и у нас поинтереснее масло найти. Тот же Лукойл, G-C, или G-Energy от Газпрома тоже выглядит интереснее, скажем так. Ну, благодарю. В любом случае, благодарю Александра за предоставленные образцы и поддержку канала. Всех, кто посмотрел данное видео, благодарю за это. Желаю всем удачи и здоровья, берегите себя и близких, всем мира. Увидимся в следующих видео. Пока.